Пока нужно пережить хоть и красивое, но очень слякотное время года. Знаешь, пережить скорее не нам, а обуви. Потому на смену кожи идут резиновые сапоги. Спасибо за них, можно сказать, Фердинанду Краусковскому. Полтора века назад немецкий коммерсант придумал калоши. Спустя годы в резиновую обувь влюбились миллионы. Еще бы, дизайн любопытный, но набойки менять не нужно. Тема продолжит Анастасия Карабенко. Это раньше в резиновых сапогах только по селу в бездорожье ходили. А теперь они есть в гардеробе любой городской модницы. Fashion-индустрия постаралась, чтобы и такую неприметную обувь сделать остромодной. В наше время очень представлена большая обствая гамма. То есть разные бабочки, растения любые, то есть яркие, насыщенные. Также есть либо на каблучках, как вот эта вот моделька представлена, либо на сплошной подошве, что тоже очень удобно. Дизайнеры трудятся не только над внешним видом модели, но и над ее практичностью. Так модный бренд Хантер разработал разноцветную коллекцию резиновых сапог, которые можно складывать и сворачивать. Обувь легко уместится в сумочке, если ее обладательница неожиданно соберется на пикник. Рекламный ролик сняли в стиле 60-х. Именно тогда яркие резиновые сапоги вошли в моду в Америке. А вот кого считать их праотцом, подлинно неизвестно. Согласно четырем разным версиям, на авторство претендуют англичане, индейцы и американский изобретатель Чарльз Гудир. Ну а пока идут споры, запоминайте следующее. Подошва резиновых сапог должна быть толстой с ярко выраженным рельефным рисунком. От влаги лучше сберегут литые сапоги, а если швы все же есть, убедитесь, что они прочные. Но даже в этом случае врачи рекомендуют ограничить ношение резиновых сапог всего пара часов в день. Это сезонность, это не больше часа-два в день. И само по себе кратковременное ношение резиновой обуви, оно патологически как-то сказаться на состоянии стопы не должно. Но вообще стопа, она не должна перегреваться и переохлаждаться. Ноги в обуви должны дышать, так что если прогулка предстоит долгая, лучше запастись второй парой носков. И последнее, в отличие от обычной обуви, резина не растянется. Так что берите сапожки размер в размер или на один больше. Анастасия Коробенко, Сергей Мякишев, Дмитрий Кондратенко, Сибинформбюро.